Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяна Молокова. Главные новости Чувашии и России в репортажах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. От черных глаз до белых роз и до дрожи в стеклах. А когда прекратится музыкальный беспредел на дорогах и почему любители грохочущих басами машин станет неслышно? Осенний цинопад на прилавках и рынках. Сколько теперь стоит борщевой набор, который еще месяц назад превращал обычный суп в изысканное лакомство для богачей? Если друг оказался вдруг в коробке из-под обуви, а так хочет на ручки и как слово «пристрой» попал в обиход добросердечных любителей животных. Национальные проекты, их реализацию, эффективность и информирование населения сегодня обсуждали в Доме правительства. Сейчас в России 12 нацпроектов. Чувашия активно включилась в работу над ними. Глава Республики Олег Николаев и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из условий эффективной работы нацпроектов – активное участие в их реализации жителей уже на стадии планирования работ. Это позволяет максимально учитывать все пожелания. В этом процессе ключевую роль играет своевременное информирование, налаживание обратной связи. По данным опросов, самый востребованный нацпроект – жилье и городская среда. Мы работаем в рамках 11 национальных проектов, мероприятий. На эти цели, если взять за 5 лет примерно 90 миллиардов рублей, будет направлено из них чуть более 58 миллиардов – это бюджетные средства. Если взять текущий год, это 16 миллиардов в целом на национальные проекты. Из них чуть больше 10 – это бюджетные средства. И вот вы правильно отметили, у нас следующий национальный проект, 12-й, куда мы хотели бы войти, это, естественно, это туристическое направление. И здесь у нас очень большие планы. Глава Чуваши отметил, важно, чтобы люди знали, что делается в рамках национальных проектов, чувствовали изменения, которые происходят и четко могли оценивать. Но при этом главная задача – не просто красиво рассказывать, а вовремя выполнять все работы. Чуваши входит в топ-20 субъектов России по информированности жителей о ходе реализации нацпроектов. Соглашение с НКО «Национальные приоритеты» позволит еще активнее рассказывать о возможностях и результатах нацпроектов. Очень важно знать о возможностях национальных проектов, которые они представляют, и, как вы сказали, вовлекаться. Практически все национальные проекты, которые начинались тогда, которые немного модернизировались год назад, открыли навигатор возможностей. Любой человек, ответив на 10 вопросов, получает персональные возможности для себя. Как раз и может, условно отвечая на вопрос, семейный или не семейный человек, студент или не студент, есть дети или нет детей, и хочет пройти переподготовку или нет, человек получает набор персональных возможностей. Это может быть от 20 до 40 возможностей и уже с конкретной навигацией. Где, собственно, этой мерой я могу воспользоваться, где ту или иную возможность я могу получить. Стороны планируют совместно информировать о работе национальных проектов основные направления сотрудничества, взаимная консультационная информационная и экспертная поддержка, продвижение в публичном информационном поле тем, связанных с реализацией нацпроектов. Жители центра Чебоксар пожаловались в редакцию республики на автомобилистов, которые ездят на машинах, из которых грохочет музыка. Причем слово «грохочет» здесь не совсем подходит. Громкость музыки такая, что в окрестных домах дрожат стекла. Мои коллеги сходили вечером в гости к жителям многоэтажки, окна которой выходят на оживленную улицу. Виск колес, грохот выхлопных труб от электронной литавры. Децибелы звука никто не измерял, но и так понятно, вернее слышно. Любители музыки в своем рвении выделятся из потока, преуспевают. Очень много меломанов, которые позднее время уже, после 11 особенно, останавливаются здесь и начинают так громко слушать музыку, что ребенку спать фактически невозможно. То есть это и просто с открытыми окнами, и с закрытыми, но там все так вибрирует, что весь дом под унами ходит. Причем этим автолюбителям неважно, лето или зима. Главное – покров ночи. Большей частью молодежь, и у нас даже чуть ли конфликт тут не случился возле дома, мы уже пошли с ними выяснять отношения, потому что они встали вот здесь вот на углу и устроили дискотеку. Ну, не понимают. Жигули в основном что-то такое, бюджетное, наверное. Им хочется показать, какие они веселые люди. А, репертуар какой-то особенный, или там машины фенинговые какие-то? Ну, там больше басы слышно, там не слышно какой-то музыки, больше басы. Лидия Сретенская все лето закрывала окна, чтобы уберечь свою семимесячную дочь от громких звуков. Не помогала. Ребенок не просто просыпался, буквально впадал в истерику от ужаса. Боялась, что дом рушится. Ребенок, слыша этот вот страшный шум из окна, да, так как окна открыты летом, она, находясь во сне, вздрагивает и начинает очень сильно плакать. Плакает, не понимая, что вообще происходит. Она даже глаза не открывает, она просто орет, можно сказать, не плачет, а реально кричит очень-очень громко. Поэтому, ну, это просто невозможно. Вот этот рев машин, во-первых, потом музыка, которая из окон у них там, я не знаю, ну, очень-очень тяжело, и сами мы не спим, и ребенку тоже, естественно, спать не удается полноценно. Начальник отдела ГИБДМ России по городу Чебоксара. Вы нарушаете требования статьи 9 закона Чувашской республики об действительном промышлении. То есть, вы должны соблюдать тишину и покой граждан. С 23 часов вечера до 7 утра вы не должны нарушать тишину и покой граждан. В федеральный закон с региональными поправками после 11 вечера шуметь нельзя ни дома, ни на улице. За это нарушение наказание административное от 500 до 1000 рублей. Для некоторых сумма, похоже, смешная. ГИБДД Чувашии регулярно проводят рейды, ловят нарушителей. Но их песню на максимальной громкости не задушишь, не убьешь. Если поступают данные сообщения, мы стараемся реагировать. И на эти участки дорог выставляем экипажи ДПС. Машины бывают разные, но большинство это у нас, как говорят, это боевая классика. Это те машины, которые отчислены производства, которые уже сняты с производства и которые стараются у нас выделиться на дороге. Молодые люди, которые отдыхают. Им хорошо, да и остальные, как говорится, мнения их не совсем, наверное, интересуют. Сам гражданин, сам водитель должен думать не только о себе, но и о других лицах. Потому что те люди, которые действительно уже после рабочего, трудового дня отдыхают, им действительно не совсем, наверное, приятно, когда кто-то едет по улицам города и на всю мощь слушает музыку. Если бы, как говорят в народе, говоря литературным языком уровень претенциозного поведения, да чего уж там понты светились, над городом ночью было бы светло, как днем. Только вот спать при таком свете желающих совсем немного. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. Чувашия станет пилотным регионом по оптимизации процессов в МФЦ. Специалисты будут работать над улучшением качества оказания услуг в многофункциональных центрах. Во главе угла удобство посетителей и культура бережливого производства. Проект реализует Минэкономразвитие совместно с государственной корпорацией «Росатом». Сегодня стратегию дальнейшего развития МФЦ обсудили в Чебоксарах. МФЦ перешли к централизованной модели управления. Специалисты работают над развитием логистики для отдельных офисов, обеспечением транспорта для современной доставки документов. Изменения коснутся и оплаты сотрудников ведомства. МФЦ ждет типизация должностей. Будет создана стимулирующая часть фонда оплаты труда, которая позволит поддерживать ведущих сотрудников с учетом нагрузки в тот или иной период. Очень важная составляющая. Для себя я увидел и поддерживаю полностью как минимум три момента. Это вопрос организации логистики. Мы эту тему поддержим и, естественно, соответствующим образом организуем. Здесь никаких вопросов не вижу. Полностью поддерживаю единую типизацию должностей и соответствующим образом организацию оплаты труда, в том числе создание стимулирующего фонда. И именно через стимулирующий фонд уже регулировать через ту нагрузку уровень оплаты в зависимости от того, какой вклад делает в тот или иной период. В Москве состоялся второй этап съезда партии «Единая Россия». Президент страны Владимир Путин предложил поддержать отдельные категории граждан и масштабные проекты по развитию страны. Глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться «Народной». Ее соавторами стали жители всей России. Стратегии развития страны на ближайшие пять лет. В «Народную программу» вошли актуальные задачи – социальные выплаты, безработица, поддержка фермерства, расселение аварийных домов. Более 50 тысяч предложений было собрано в Чувашии. Голос жителей республики будет услышан как в региональной, так и в федеральной народной программе партии. Каждый год мы будем подводить итоги, что нам удалось сделать. Поэтому мы уже стараемся притворить очень многие предложения в жизнь. Например, мы фактически ввели новые социальные выплаты. Мы сделали все возможное, чтобы уже сейчас заложить в проектировке федерального бюджета средства на капитальный ремонт школ. Мы сейчас добиваемся, чтобы во всей стране был капитальный ремонт детских садов осуществлен. И так везде поблочно в каждой сфере. Благополучие человека – так называется один из блоков программы. Это и повышение доходов, и безопасность для людей, в том числе эпидемиологическая. Сфера здравоохранения остается для страны одной из самых значимых. Для меня, как врача, сегодня очень важно было услышать, что система здравоохранения остается в приоритете нашего государства. И что немалые средства будут направлены на развитие реабилитации, в том числе реабилитации тех пациентов, которые в недавнее время перенесли ковид. Это очень важно. Второй блок – нацелен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны. Сформулированные в нем задачи должны решить проблемы неравенства регионов, помочь развить перспективные отрасли и сельские территории. Глава страны объявил, что нужно поставить точку в теме газификации земельных участков. Отрадно было увидеть в этой народной программе инфраструктурные проекты. И, как я помню, на встрече с избирателями были предложения продлить партийный проект формирования комфортной городской среды, продлить инфраструктурные проекты. И мы сегодня закрепили на съезде эти инфраструктурные проекты, в том числе и газификацию сел, довести бесплатно до индивидуальных жилых домов, газификацию за счет государства, чтобы снять нагрузку с наших избирателей. Также в документе инструменты решения наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются жители. Задачи, которые поставили перед собой партийцы, это не пустые слова, это предметные конкретные действия, которые необходимо воплотить в жизнь. И после формирования Нижней палаты парламента, после выборов, она начнется воплощаться в жизнь самым активным образом. И уверен, что с командой единомышленников, активистов нам удастся все самые амбициозные планы, которые мы перед собой поставили, не только достигнуть, но и перевыполнить. Предложение в народную программу страны партия собирала больше двух месяцев. Региональную программу «Единороссы Чувашии» утвердят на следующей неделе. Другие парламентские партии свои программы уже представили. КПРФ участвует в кампании с программой «Десять шагов власти народа». Свои планы действия опубликовали также ЛДПР и «Справедливая Россия за правду». Во всех них партии рассказывают, как будут менять Чувашскую республику в случае победы. Екатерина Шверова, Александр Иванов, «Республика». Стоимость так называемого борщевого набора актуальна не только для жителей Чувашии, но и для всех россиян. На последней прямой линии с президентом страны говорили о росте цен на овощи. Репортер республики Екатерина Никитко заглянула на рынок и выяснила, изменилась ли ситуация с ценами за месяц. Меня фамилия Малов, Николай Владимирович, депутат Госдумы. Здравствуйте. Со мной мои коллеги, депутат у нас городского собрания Горбунов Виктор Александрович. Мы в рамках народного контроля мониторим цены на наши овощи. Закон рынка – спрос рождает предложение. А предложение, в свою очередь, тоже важно регулировать. Картошка сегодня стоит уже дешевле. Это заметили и покупатели, и продавцы. А сейчас вот она 30, 35, 20, вот уже у некоторых 25, я смотрю, можно купить поменьше. А ниже это уже бесплатно. Казалось бы, свой огород – свои цены. Но на рынке приходится подстраиваться под неписанные законы. Ирина Григорьева сама выращивает овощи и зелень. Говорит, не против регулярных рейдов. А проверки у нас часто тоже бывают. Маски постоянно проверяют. Для рук обработки вот эти. Для обработки рук проверяют. Цены тоже контролируют. В ходе проверки выяснилось – местных продуктов немного. И это повод для беспокойства. Важно поддерживать местные сельхозпредприятия и создавать условия для большего распространения их продукции. А почему не делаем акцент на нашего сельхозтоваропроизводителя? Цивильский бекон у нас есть. По мясу, говядина, свинина в большей степени на этом рынке присутствует продукция с других регионов. Нас это тоже волнует, беспокаивает. И я думаю, мы в какой-то степени выстроим диалог через Министерство сельского хозяйства для того, чтобы выяснить такую причину нашего рынка. Следить за ценами и качеством товара – такую задачу себе ставит народный контроль. Результаты этой проверки будут проанализированы. И выводы по ценам сделаны. Екатерина Никитко, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня в Чувашии празднуют 190 лет со дня создания первого общества, положившего начало потребительской кооперации в России. В 1831 году и до сих пор, вот уже почти два века, специалисты и потребители услуг объединяются и продвигают интересы отечественных производителей. Кооперация в России богата традициями, которые сохраняются и сейчас. Чувашские кооператоры достигают успехов. Работа из года в год строится на принципе взаимопомощи и понимании со всеми, друг с другом, с населением и с государством. В 14 жилых домах по улице Гражданской в Чебоксарах бесплатно установят пластиковые шумозащитные окна. Заменят в домах, которые находятся на четной стороне улицы, чтобы избавить собственников от шума автомашин, круглосуточно мчащихся по шоссе. В квартирах жильцов окна обновят в рамках масштабной реконструкции одной из главных магистралей Юго-Западного района. На участке от Кольца по улице Гражданской до улицы Социалистической. Общая протяженность 3 километра. На это потратят более 3 миллионов рублей. Напомню, на Гражданской идет масштабная реконструкция. Проезжую часть расширяют до 4 полос. 27 участников и 17 экспертов. Сборная Чуваши и национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе показывают свои навыки в финале девятых соревнований молодые профессионалы. 12 ребят борются за победу в категории юниоры, 15 в основной. WorldSkills – самое масштабное соревнование профессионального мастерства в России среди студентов колледжа, техникумов и вузов. В этом году в финал вышли порядка 2000 человек, представляющих 105 различных профессий. В чемпионате этого года конкурсанты и эксперты не только из России, но и из многих стран мира. Участники из Чувашской республики продемонстрируют свои возможности в 15 компетенциях от ресторанного сервиса до промышленной робототехники. Результаты соревнований будут известны уже на следующей неделе. На международном форуме «Армия-21», который проходит в эти дни в Подмосковье, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко прокомментировал идею создания единой информационной системы. Она будет не только собирать данные о пациентах, переболевших коронавирусом или вакцинированных, но и принимать решение о назначении препаратов или лечении коронавирусной инфекции. По мнению главы Минздрава, компьютер не заменит человека, и это решенный вопрос. Окончательное решение о ходе лечения останется за специалистом в белом халате. И это касается любых заболеваний. Так, в Чебоксарах открылся медицинский центр «Тандем», где ставку как раз делают на специалистов и достижения в разных областях медицинской науки. Сейчас особенно востребованы процедуры, помогающие восстановлению сил организма. Дышать было тяжело. Вот, то есть, две недели я ходил с температурой, потом, когда мне поставили уже диагноз и обнаружили у меня 36% поражения легких, вот тогда я уже начал такое более полноценное лечение. Василий лечился от коронавируса дома. Само заболевание перенес относительно легко, но последствия оказались неприятными. Шли недели, и уже казалось, что дурное самочувствие навсегда. Тогда Василий обратился в медицинский центр «Тандем» за помощью. Ему прописали кислородную терапию и другие физиотерапевтические процедуры. Я почувствовал, что мне дышать легче. Я почувствовал, что уже могу вдохнуть в полной груди, и уже настроение от этого поднимается. Я, ну, почувствовал, что и голова яснее стала. Страх заболеть, но ушел. Клиника открылась совсем недавно, но желающих поправить свое здоровье уже много. Сергей Юкшанов, например, говорит, что только здесь его привели в чувство после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания. Очень мне понравилась процедура карбоксотерапия. Прям чудеса творит. Меня обкалывали просто больной участок от суставок. У меня почти год болел. У меня была травма там. Буквально, наверное, 3-4 дня прошло после сеансов, да? У меня прям пистолик кости вот щелкать. Вот эта суставная боль прошла. Намного себя стало лучше чувствовать. На аппарате вот карбоксотерапии мы можем под действием вот мелкоточечных уколов углекислым газом мы снимаем воспалительные процессы и уменьшаем болевой синдром. Врачи центра говорят, что так называемые газовые уколы могут помочь при снятии мигрени и боли в спине, восстановить кровообращение. Карбоксотерапию используют и в косметологии. Также очень популярная процедура в тандеме – массаж. О его пользе все наслышаны. А те, кто уже однажды побывал на этой кушетке, возвращаются со стабильной периодичностью. Врачи рекомендуют проходить комплексную терапию не только при восстановлении после болезней, но и в целях профилактики. В Чувашии подводят итоги конкурса авторской песни, посвященной трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Победители получат профессиональную студийную звукозапись и будут эксклюзивно представлены на аудио-стриминговом сервисе в интернете. Конкурс на создание музыкальной композиции о сурском и казанском рубежах был объявлен еще в феврале. Заявок было более 30. На совете были представлены композиции, которые были выбраны пользователями портала «Открытый город». Возглавил художественный совет российский эстрадный певец, музыкант, поэт и актер Родион Газманов. Он отметил трех финалистов, которые пели в абсолютно разных жанрах. По итогам конкурса определились песни-победители, которые попадут в сборный гала-альбом. Его будут записывать на профессиональном оборудовании с привлечением популярных исполнителей, артистов известного продюсерского центра. Были очень разнообразные песни, и причем были в живом исполнении. Нам даже прислали, ну, своего рода, если это можно назвать, видеоклипы, где под гитару, под гармошку, где кто-то просто читал слова. Ну, это было настолько проникновенно, очень эмоционально. Мы хотели бы сделать альбом в пределах 10-12 песен, которые были бы очень эмоциональными, которые были бы подтверждением проделанной в течение этого года работы большой. Спорт слепых вошел в число базовых видов спорта в Чувашии. Приказ о внесении изменений в перечень на днях подписал министр спорта России Олег Матыцын. Теперь в республике к базовым относятся 15 видов спорта. Это велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, триатлон, конный спорт, биатлон, фристайл, футбол, самбо, а также спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спорт глухих и спорт слепых. На их развитии в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» Чувашия ежегодно получает субсидии на господдержку спортивных организаций. В этом году это более 6 миллионов рублей. В субботу в Чебоксарах пройдет благотворительная ярмарка щенков и котят. На третьем этаже в Мегамоле с 10 до 16 часов будут выставлены десятки домашних животных. Если вы собираетесь выбрать для себя питомца, не забудьте паспорт для оформления договора передачи. Организаторы также будут рады любой помощи. Можно принести сухой корм в магазины упаковки, крупы, макароны, мясные консервы, полуфабрикаты, ошейники, шампуни и игрушки для животных. На этом у меня все. Приходите в субботу на благотворительную ярмарку «Пристрой». Хотя бы просто погладите, и вы получите массу удовольствия. А я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова